волка и мечты здравствуйте меня зовут руся я вокальный имидж мейка сегодня мы с николаем нашли свободный вечер чтобы отвлечься от своих семейных дел и трудовых конечно же для того чтобы пообщаться с вами ответить на ваши вопросы если такие есть у вас кстати мы уже подготовили где-то с десяток новых уроков так что надеюсь на следующей неделе они потихоньку начнут выходить пока нас что-то немного дмитрий андрюшин привет и худи дэнс привет рада нашей виртуальной встречи классные времена кстати настали да можно вообще не выходить в социум не общаться тет-а-тет общаться только виртуально с одной стороны это очень комфортно но с другой стороны есть опасения что люди потихоньку теряют коммуникативные свои навыки и кстати как-то недавно мне попались исследования насчет того какие профессии станут профессиями будущего когда технологии роботы заменят людские рабочие места и среди прочих там были две профессии которые лично мне очень импонируют это психология потому что несмотря на то что уже созданы различные боты психотерапевты например я знаю есть такой такая программа вои болт которая работает в рамках когнитивно поведенческой психотерапии и эта аппликация даже спасла одну девочку в сан-франциско кажется от суицида это конечно круто но тем не менее никогда человеческая коммуникация не сможет воспроизводиться машинами и в этом конечно же огромный плюс так что как бы мы не хотели человек всегда останется для человека лучшим собеседником и с этой точки зрения вкладывать в себя в развитие собственного голоса в развитие навыков собственной коммуникации это большой плюс так сказать задел на будущее привет ер морковка ер и морковка классный ник добрый вечер и наталья горусти горюга бей себя по губам рву себе за плохую артикуляцию наталья горустович привет привет дорогие ну что ж жду вопросы что-то вопросы пока не поступают но пользуясь моментом хочу передать привет маме на самом деле мама здесь находится тоже недалеко присматривает за моей малышкой пользуясь паузой в нашем виртуальном общении хочу поблагодарить людей которые приходят на наши инста марафоны сегодня был такой удивительный случай у нас там в течение недели каждый день появляется трехминутная какая-то практика какое-то упражнение но каждая неделя закрывается комбо сетом и в комбо сете там реальный хардкор не все выдерживают я всегда с нетерпением жду ну как же как же народ встретит первый комбо сет второй комбо сет и вот сегодня случился один из них народ прямо ругался матом дима мляню я тебе прокачку вот это прокачка мне очень импонирует мысль о том что людям нравится заниматься голосом это ну реально такой драйв сказ о доброго вечера и вам доброго вечера где же ваши вопросы и дмитрий хлам тоже приветствую вас момент тишины великолепный момент для того чтобы добавить немного асмр асмр любят многие люди на планете кстати знаете ли вы что благодаря интернету общество человечество выяснила такой факт что среди нас живет очень много людей которые являются сверх чувствительными к звуку этих людей называют аудио чувствительные чувствительные к звуку и действительно если вы один из таких людей то звук может быть для вас легальным трипом ганс ланда руся привет привет скафандр как не бояться камеры как не бояться камеры есть несколько советов один из них это найти оператора который для вас комфортный николай жаль вы не видите этого красивого молодого мужика с великолепной улыбкой когда вы работаете с комфортным для вас партнером постепенно вот этот тремор нахождения перед камерой он уходит и если вы работаете не с постоянным оператором могут помочь две фишки первая фишка это когда вы выбираете образ кого-либо кто вам очень дорог например домашний питомец любимый котик мой котик кстати на днях погиб это было так тяжело такой стресс любимая собака это может быть любимый друг ваша половинка какой-то не знаю там писатель которого вы считаете гуру в общем любой образ который вызывает у вас комфортное состояние вы вешаете в виде фотографии над над объективом камеры и вещаете туда в этот момент ваша психика расслабляется вам кажется то есть вашему мозгу кажется что вы контактируете не с дулом камеры не с этим вот черным непонятным объектом а именно с образом который прикреплен над камерой это одна фишка второй момент вы можете условно говоря накапливать опыт бесстрашия работы перед камерой то есть записывать дома себя самостоятельно это более долгий путь чем работа с партнером но тем не менее он тоже очень эффективный так как правильно разговаривать с девушкой рама норма гамбетов я не знаю какие цели вы ставите в этом диалоге с девушкой что вы хотите получить по итогу вообще я за то чтобы мы научались находить свой аутентичный голос очень часто сейчас возникает вопрос об аутентичности характера личности что это такое аутентичность иными словами это искренность когда вы находите свой аутентичный голос что бы вы ни говорили вы всегда звучите искренне вы вызываете доверие и желание продолжать с вами коммуникацию каким образом найти аутентичный голос нужно его просто для начала разжать и посмотреть каков он на самом деле без тех этих зажимов внутреннего напряжения и так далее freedom soul божечки господу помолимся так задавать приоритетные вопросы можно по ссылке в описании а также сделать комплимент каналу и мне и поддержать наше развитие в виде донейшинс вот например один вопрос от донейшин это нормально что в я второй день подряд выполняю различные ваши упражнения для голоса и артикуляции к вечеру просто валюсь с ног от усталости сергей это нормально в книге власть голоса которую написал жан абитболь вы просто можете погуглить власть голоса и выйдем в поиск выдаст эту книгу жан абитболь описывает там эксперименты во время которых были проведены замеры сколько сил и энергии тратят люди разных профессий как фониатор вокалист конечно же он в первую очередь исследовал энергозатратность певцов и он выяснил я не помню он сам проводил этот эксперимент либо он описывает просто чей-то эксперимент anyway там есть четкая информация что двухчасовой концерт оперного певца приравнивается по затратам ресурсов к 6 часовому или 8 часовому дню разгрузчика вагонов чтобы вы знали для того чтобы петь нужно прилагать действительно очень много усилий именно классическое оперное пение но пожалуй самое сложное потому что там постоянно выгнута гортань постоянно включены все резонаторы нужно правильно выдувать воздух нужно правильно направлять вибрацию в определенную точку купола своего чтобы был вот именно этот полетный объемный мясистый жирный голос который далеко очень летит они падают здесь как например часто в речевом голосе бывает и постоянно работает диафрагма оперных певцов более того есть дыхание не только диафрагмой они еще дышат так называемым дыханием жука это когда как бы в такие воображаемые подкрылки в заднюю часть легких набирается воздух и это действительно требует огромных физических усилий сергей по поводу упражнений второй день подряд вы понаблюдайте за собой насколько хорошо вы спите потому что краткий сон и недосып это самый злой враг для нашего голоса возможно вы просто устаете или за рамками вот этих вокальных практик вы просто задалбливаетесь на работе или что-то еще возможно не только вокальные упражнения отнимают у вас много энергии обратите внимание на то как вы спите сколько воды вы пьете как вы кушаете и как в целом тратите энергию в течение дня здравствуйте когда будет курс курс мы к счастью завершили уже вчера мы завершили последний съемочный день ну и я думаю что весной он будет готов константин какие вопросы просто приятно слушать слушать голос может быть мне завести какой-нибудь не знаю эротик эротик voice channel просто сидеть и разговаривать о жизни александр орищенко здравствуйте ирина марина если что могу ли я задать вопрос конечно именно для того чтобы вы задавали вопросы и есть этот эфир как сделать голос однотонным у меня голос постоянно меняет тональность но я хотел бы от этого избавиться а зачем монотонный голос он присущ людям и народам которые живут в такой же монотонной локации например если обратить внимание на белорусский язык вот наша земля она равнинная есть немножечко совсем холмов много болот озер и даже если читать белорусскую поэзию она вся монотонна как будто бы лодка качается на поверхности озера например я мужик белорус пансахи и косы белый сам черный вуз то 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 на самом деле такая монотонная речь она хороша для архетипа маг этот архетип используется очень часто в политтехнологиях когда кандидат политически должен транслировать такое сообщение что ребята я владею тайным знанием вы не понимаете почему вы голосуете за меня но вы выбираете именно меня что то есть у меня такое магическое что решит все ваши проблемы и вам ни за что не придется отвечать но в обычной коммуникации в деловой и бытовой в житейской это монотонность она скорее убаюкивает человека монотонный голос похож немножко на дудочку заклинателя в кобры знаете как в индии и змея танцует хотя там мелодия совсем не монотонна но я клоню к тому что монотонность это не работает на пользу комфортной коммуникации худи дэн спрашивает можно ли рассказать подробнее можно ли рассказать подробнее о курсе до курс который мы подготовили он разработан системно очень детально с информацией о том как можно проверять самостоятельно себя без помощи преподавателей в принципе если вы ответственно подойдете к этому самообразованию мои услуги вам не понадобятся в этом курсе максимально детально рассказано о голосе все что мне известно на данный момент там помимо прокачки голоса есть очень много информации о психологии голоса какие установки дисфункциональные влияют на нас и как они закрывают голос в разных зонах почему звучит так так или вообще еле-еле слышен более того там и предлагаю информацию о том как устроен по какой схеме можно собирать различные вокальные образы из каких параметров состоит каждый вокальный образ как между ними перемещаться как например корректно и с минимальным стрессом уволить человека или начать сложный разговор в общем в этом курсе вы сможете очень глубоко и детально погрузиться в предмет вокального имиджа вы сможете самостоятельно заниматься не прибегая к моим услугам и если у вас будет достаточно усердие и цепкий ум то вы сможете по итогу сами преподавать людям постановку голоса привет юра молокотин привет из-за чего может быть слишком глубокий голос какой-то тупой проблем с дикцией интонации вроде нет глубокий голос сейчас покажу глубокий голос это такой голос когда у нас гортань опущена вниз она дает доступ грудному регистру если мы хотим его озвучить мы еще включаем диафрагму выталкиваем голос глубокий голос он заглублен в области гортани и он выходит из средины корпуса тела судя по тому что вы описываете ваш но вот слово тупой тупой такой звук матовый звук он может быть из-за того что не включены резонаторы головы и груди то есть он такой глуховатый он может быть низкий например вот я сейчас делаю низкий голос но он глухой если я включу резонаторы головы и груди он сразу приобретает звонкость 1 2 3 4 5 глухой голос 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 он остался в этой же локации глубоко 1 2 3 4 5 но он озвучен при помощи резонаторов головы и груди возможно вы имеете ввиду это витамин амфитамин или витамин с как поставить голос для оратора мужчине и на что обращать внимание в процессе постановки весь голос ставится следующим образом для начала нужно человеку объяснить как устроен этот волшебный синтезатор под названием речевой аппарат второй пункт нужно обнаружить где в каких зонах речевого аппарата находятся зажимы снять эти зажимы какие кнопки в речевом аппарате западают нужно их правильно настроить поставить дыхание все голос готов к работе дальше после этого следует заниматься еще интонированием для того чтобы интонация была не монотонной или например не подскакивала на каждое слово вверх или например не было флиртующей для оратора в принципе для бизнес коммуникации интонация должна быть четко и всегда должна проследовать должна прослеживаться очень аккуратная интонация точки вот освобождать изучаете как устроен речевой аппарат работаете с снятием зажимов настраиваете те кнопки которые западают ставите дыхание выстраивается интонацию все оратор готов покажите мужика николай спрашивает николай что вы думаете николай вы выйдете в кадр или вы сегодня будете стесняш в инстаграме николай сегодня сидит за компьютером нажимает кучу кнопок о которых я не знаю и так freedom soul ребята приходите на курс крусе да конечно я буду рада если вы придете ко мне на курс мне очень нравится делиться знаниями и я всегда аж завожусь когда люди по ту сторону начинают писать мне в директ типа вау я начал круто звучать или блин никогда не думаю что это так круто кто-то пишет что я уже подсел и каждый день тренируюсь или там ежедневно сижу за рулем и что-то делаю freedom soul все вопросы закроете сочувствую непонятно почему сочувствует павел а из-за кота да это такая печаль ой сердце моё ну что поделать я точно знаю что если жизни что-то уходит то это что-то освобождает место для чего-то нового вот и посмотрим что новое появится но котик мой пусть благостно бегает по кошачьей радуге у нас не даже день рождения в один день фото николая была в инстеорусе да конечно же было сергей макеев как сделать приятным свой голос как слушаю в записи ужас то что мы в записи слышим свой голос иначе чем мы слышим его изнутри это нормально это происходит потому что когда вибрация звука рождается в нашем теле и проходит свой сквозь ткани и жидкости тела мы слышим его прям таким вау когда этот голос погружается в звукозаписывающее устройство и мы слышим его на записи звук из такого объемного богатого становится таким и представьте вы на диктофон записали сколько срезалось частот вы слушаете с айфона свой голос и думаете фу какая хрень на самом деле как можно приблизиться к ощущению того как ваш голос слышат окружающие люди внимание упражнения но не упражнения такая фишка я уже как-то и показывала но возможно кто-то пропустил попробуйте прямо сейчас это очень интересно вы должны быть без наушников руки нужно сложить вот так чтобы между пальцами не было никаких дырок я надеюсь вы повторяете за мной и попробуйте продлить свои ушные лопасти аккуратно не заворачивая вот так вот уши не закрывая себя просто сделать вид что ваши уши больше обычному в таком положении ладони голос будет отражаться от ладошек и частично заворачиваться вот волна звука вам в уши попробуйте поговорить раз-два-три-четыре-пять как красиво звучит мой голос боже он звучит совсем не так как из динамиков телефона и вот подобное продливание лопастей ушей ладонями поможет вам оценивать как ваш голос слышат окружающие люди более того когда вы начинаете заниматься голосом в какой-то момент наступает такой приход от того что голос раскрывается что вы его начинаете ощущать что у вас вдруг запела грудная клетка если очень сильно раскачивать резонаторы тела не только головы и грудной клетки в принципе есть такие практики когда специальными палочками знаете у барабанщиков особенно у джазовых есть такая палочка и на ней как бы ватный шарик вот такими палочками простукивают вообще все все косточки на руках и пальцы ног колени бедра голову плечи все и когда после эта практика занимает около часа когда вы простукиваете все свое тело вы становитесь берете какой-нибудь звенящий звук например или и реально вибрирует все тело и когда вы можете хотя бы иногда погружаться в состоянии вот этого кайфа этого чудесного приятного переживания классного звука собственного голоса дальше звук вашего голоса из диктофона вас не парит вообще потому что вы уже знаете каков ваш голос на самом деле анастасия бабичева добрый вечер как не бояться петь на публике у меня в инстаграме в канале vocal image был недавно пост на тему голос и стыд я повторю оттуда основные тезисы стыд страх стыд и страх это эмоции достаточно близкие стыд это социальная эмоция то есть кто-то на нас смотрит для того чтобы испытывать стыд нужно чтобы рядом был взгляд другого страх это страх оценки что другой оценит нас как-то обесценит и либо отвергнет нас и есть очень целебная на мой взгляд информация о том что нейрофизиологи замеряли работу мозга и есть такая информация о том что пик любой эмоции приходится на 14 секунд то есть если вы выходите петь и вам сколбасит от публики вот этот страх тремор ожидайте 14 секунд на 15 16 вот этот пик страха уже будет падать вниз и вам будет полегче можно придумать что-то для себя чем занять эти 15 16 секунд поздороваться пройтись со сцены поправить микрофонную стойку это пункт номер один второй момент здесь нужно обратиться к своей собственной жизненной истории возможно вашей жизни был человек который отверг вас или как-то сильно обесценил в тот момент когда вы хотели с открытой душой проявиться ну например бывают такие моменты когда люди описывают я училась в школе музыкальная когда мне было 12 лет я для мамы собралась петь концерт я вышла и учительница мне сказала такое чего мне было очень стыдно и к сожалению когда в детстве мы ну еще нету таких психологических мощных защит и мы очень уязвимы когда с нами происходит ярко заряженные эмоциональные ситуации они такие кладутся шрамиком на сердце и позже когда мы снова погружаемся уже вступаем в такую же эмоционально заряженную ситуацию этот шрамик начинает пульсировать и нам снова страшно как если бы мы находились вот в этой ситуации из прошлого покопайтесь своей истории подумайте вспомните кто вас напугал и можно донести вот этот свой страх до адресата нашему мозгу по сути все равно происходит происходит с нами какие-то вещи в жизни реальной либо мы это проигрываем в уме и это в плане психотерапии очень важный момент потому что мы можем найти своего обидчика из прошлого посадить его воображаемого на стула и высказать ему все что мы о нем думаем и даже набить ему морду в своих мыслях и тогда страх будет вас покидать и последний момент момент номер три если вы очень сильно боитесь рекомендую вам заставлять себя как бы вот в эту свою не знаю там ведро страха вот я боюсь мне страшно я чувствую что целое огромное ведро и я так боюсь постепенно заполнять его водой бесстрашие то есть подойти в метро начать разговор спросить как пройти куда-то сколько времени то есть потихоньку нарабатывать опыт опыт быстро бесстрашие пока это ведро не заполнится и в какой-то момент страх вас покинет то есть нужно просто практика акрам gold султанов я ради ваш я ради вашего курса instagram установил и я сама честно говоря не очень люблю instagram но эта часть моей работы это рабочий инструмент и я тоже скрипя сердце хожу туда постоянно хочу пойти на инстамарафон что для этого нужно делать возьмите меня на следующий поток конечно заходите пожалуйста в профиль vocal image напишите николай вам ответит и сопроводит вас по всем пунктам расскажет что нужно делать кислый дождик кислый дождик когда сильно паришься о том какое впечатление производишь на других тогда и паришься по счету камеры абсолютно верно чем проще будешь тем меньше страха считаю это правильная мысль часто ожидания окружающих направленные к нам находится исключительно в нашей голове вот я могу жить и думать блин я такая офигенная вот всем конечно же на меня не насрать всем не все равно всем интересно как я накрасилась как я постриглась в какой шмотке я вышла как я говорю на самом деле многим людям все равно многие люди даже не обращают на нас внимание повторюсь что вот эти страхи что нас будут оценивать и всем для меня до меня из дела они надуманные они просто живут наглыми тараканами у нас в голове сергей сочни уруся привет индиго за бесту индиго кстати это моя первая рок-группа которую я основала в беларуси даже получила рок корону за этот протестный женский рок freedom soul также спрашивает как правильно разговаривать с котом на эту тему у нас были терки с моим преподавателем по музыкальной терапии я сейчас обучаюсь петербурге кстати скоро поеду в питер на очередной модуль обучения и он утверждает что с животными нужно разговаривать низким мягким голосом доходчиво спокойно ни в коем случае не кричать животное хорошо понимает спокойный голос с интонацией заботы вот так что я буду в питере и еще пользуясь случаем хочу проспамить свой концерт 15 февраля со своим великолепным этно техно дип проектом это электронной музыки шума я буду выступать в клубе мутабор на фестивале fields поэтому если вы живете в москве заходите потусим встретимся лично воочию ну и послушайте как я пою и какие вокальные техники испытываю это все как называется эта болезнь о которой постоянно говорю дислексия вокальная дислексия first last здравствуйте сергио сморозов салют салютаре скафандр спасибо огромное удобному оператору привет да оператор лучше всех сегодня у меня было занятие онлайн с одним и клиентов и он говорит слушай такой классный оператор я хочу его себе всем пришлось колюсико отдать на офшор ним над головой классно что за ним есть у меня ним вот жалуются что немножко подтормаживает видео пабло эскобары вот это нейм есть проблемы по звучанию букв че-ше-ще подозреваю из-за щербинки между зубами это как-то корректируется или только изменением зубов нужно посмотреть правильно ли вы их артикулируйте если какой-то звук у вас западает пожалуйста найдите курс фонетики русского языка и почитайте четкое описание как правильно артикулировать тот или иной звук например ч ч ч кончик языка упирается в альвеолы альвеолы это вот это десна в которую врастают зубы если вы языком проведете по зубам первое плоть в которую вы упретесь это и будут альвеолы бугорок ч ч ч ч можно просто тренировать звук ч четко устанавливая язык на альвеолы и проговаривать ч с буквой и и например ч 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 это делается для того чтобы ваш артикуляционный аппарат потихоньку работал в правильном ключе и таким образом фиксировалась телесная память тогда вы на автомате будете правильно выговаривать эти буквы то же самое и так далее то есть берете тубу которая вас западает приклеивайте к ней гласную и долго долго тренируете вот например часто люди неверно артикулируют звук л вот они говорят Там любимая, или что это? Солнышко, и кончик языка выходит за границу зубов. На самом деле, л артикулируется тоже прикасанием кончика языка к альвеолам. И поэтому лучшая тренировка л-л-л-л-л-л-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Любимая. Тренировать какие-то слова со звуком л-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Следить за тем, чтобы кончик языка упирался именно в альвеолы, Пока тело не привыкнет к этому новому физическому портрету. Вот говорит, кто-то говорит, что подтормаживает видео, а потом говорят, что уже хорошо. Можем сделать паузу. Да, давайте сделаем небольшую паузу. А вопросы не пропадут с чата у меня здесь? Пропадут. Нет, тогда не будем делать паузу. У нас есть интересное сообщение, на которое мы на все ответили. Далее. Когда начинаю только говорить, то не могу выдавить из себя первое слово. Обычно, если оно начинается на п, о, к, л, в. Может быть, вы знаете, как это зафиксить. Да, тупо тренировать вот эти фонемы. Буквы. Берете свою букву и тренируете, тренируете. До тех пор, пока тело не привыкнет правильно артикулировать этот звук. Как правильно артикулируется тот или иной звук, гуглите, пожалуйста, фонетика русского языка. Как задать вопрос с донатом, спрашивает Юра Молокотин. По ссылке в описании, говорит Николай. Фантастик. Как перестать быть заикой? Я знаю из психологии такую информацию. Заикание это часто невыраженная агрессия. То есть, вот почему, например, в деревне там иду я такая маленькая, на меня напрыгивает собака. Я, блин, дико пугаюсь, я хочу ответить в ответ. Но мне страшно, потому что это огромный пес. И какое-то время, потом пару месяцев я заикаюсь. Потому что я в этот момент испуга не смогла выразить агрессию. Это такой бытовой пример. Покопайтесь в своей жизненной истории. Подумайте, на кого у вас есть подавленная агрессия. Кому вы боитесь выразить эту агрессию. Для кого выражение этой агрессии будет... То есть, почему это выражение агрессии для вас небезопасно. И, возможно, вы найдете агрессора. Опять-таки, с психотерапевтом можно или с психологом проработать вот этот момент агрессии. И вы посмотрите, что заикание будет вас покидать. А также заикание пропадает, когда человек начинает петь. Потому что, когда мы поем, в нашем мозгу возникает такая мысль, что я пою, это равно я получаю удовольствие. Когда мы получаем удовольствие, когда мы кайфуем, никакой агрессии быть не может. Поэтому агрессивная вот эта часть нашей личности, подавленная агрессия, уходит на второй план. И люди с заиканием прекрасно поют, ни разу не заикнувшись. Так что, в этом есть здоровое зерно. Руся, пожалуйста, расскажите о том, какими упражнениями можно поднимать небную занавеску. Небную занавеску... Вообще, у нас в глотке есть три точки. Верхняя, это небная занавеска. Она отвечает за высокие ноты. Есть задняя точка, когда гортань выгибается в сторону затылка. Эта точка отвечает за глубину звука. И есть нижняя, когда гортань опускается вниз. Эта точка отвечает за низкий голос. Поэтому, конкретно для работы небной занавески, можно представлять, что вы проглотили бильярдный шар, и он поднимается у вас. Ну вот так, поддавите эту небную занавеску, как будто бы этот невидимый тяжелый шар выходит через вашу макушку. Удерживайте, опускайте, удерживайте, опускайте. В процессе этого упражнения вам захочется зевать. Зевайте именно с фокусом на вот эту верхнюю точку. Не на глубину, не на низ, а именно на точку верхнюю. Здравствуйте, Бегзот Бег. Здравствуйте. Если я не русский, мне также можно учиться по нашему языку. Вы можете учиться по моим урокам для раскрытия голоса. А то, что касается интонирования и фонетики, это уже в других языках другие правила, как, например, в английском, там вообще sliding scales, hello. Мы так не говорим по-русски. Привет. Мы говорим привет или привет, если заискивающее. То есть вы можете раскрывать голос по моим упражнениям, но когда вы уже пойдете именно в систему языка, в артикуляцию букв русского языка или своего родного языка, там мои упражнения не помогут. Мой курс рассчитан на русский язык. Далее. Худи Дэнс голосую за эротик. Это значит, вы хотите послушать мой эротический голос. Я с удовольствием разговариваю этим голосом. Кстати, на рынке рекламных услуг в Беларуси почему-то именно такой сексуальный эротичный голос пользуется максимальной популярностью. Я не понимаю, почему. Какой смысл, например, рекламировать минеральную воду таким мягким эротическим голосом? Но раз рынок платит, я озвучиваю рекламу о воде тоже таким мягким голосом. Как научить говорить попугая бархатным голосом? Это не ко мне, это к тренеру по попугаям. Давай канал эротик. Да, ну вот, кстати, недавно у меня был такой опыт, когда мне предложили на английском языке озвучивать порно-рассказы. Я, конечно, женщина раскрепощенная в плане сексуальности. Изучаю сексуальность как дополнительный предмет, потому что сексуальность очень связана с озвучанием нашего голоса. И я думала, вау, наконец-то, сейчас начитаю порно-рассказы. Но я не справилась. Для меня это оказалось слишком по харду. Настолько откровенные звуки и, ну, такие тексты, слова. В общем, что-то мне не пошло. Порно-рассказы не мои, а вот эротический канал. Да, на английском вообще эротика, конечно, читается прекрасно. Владимир С38. Добрый вечер. Приятная и добрая Руся. Здравствуйте. Сегодня реально приятная и добрая. Хорошо выспалась, в жизни все хорошо. Так счастливо жить. Часто в диалоге с людьми, которые обладают приятным для меня голосом, я плыву. То есть впадаю в транс и, как истукан, не могу мыслить. Как собраться? Так а зачем собираться? Плавайте. Не каждому дано такое ощущение, вот прямо от чужого голоса расплыться. В этом нет ничего страшного. А как собраться? Носите с собой маленькую иголочку, если что, колите себе в бедро. О, уколол, собрался. Евгений Мурин. Добрый вечер. Дмитрий Медников. Год живу в Беларуси, у них во всех постоянно вопросительные интонации. Не во всех, но да. Как-то я, по-моему, даже до сих пор отгребаю от коммунистов за то, что я позволила себе выразить наблюдение о том, что в постсоветских странах люди часто вместо вопроса, вместо точки задают вопрос, как бы вопрошают. Вообще, если мы нарушаем интонацию точки и задаем вопрос «Здравствуйте, меня зовут Руся. Сегодня я буду рассказывать вам о голосе. Как слышите, вместо точки задаю вопрос». То вот мета-сообщение такой интонации, то есть бессознательное сообщение такой интонации, говорит «Ребята, все ли со мной окей? Принимаете ли вы меня?» И так далее. «На меня ругаются, что я очень громко говорю, не контролирую», — говорит Иван Гуреев. «Возможно, Иван, вы громко говорите, потому что это ваша защитная реакция. Часто у обладателя громкого голоса очень уязвимая душа. Это люди сверхчувствительные, они ранимые, но для того, чтобы вот это ранимое ядро прикрыть, они огораживаются стеной из громкого наглого смеха». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Такой открытый смех. Или нарочито громкий голос, который просто вот человек заходит, и чтобы никто его не успел обидеть или напугать, человек своим голосом бессознательно старается заполнить все пространство и напугать первым. Вот подумайте о своем голосе с этой точки зрения. Олег Полищук. Ответьте на вопрос, зачем вы подстриглись. Потому что могу себе позволить. Сколько длятся обучающие видео? Если речь «Алекса-алекса» идет об инстамарафоне, то обучающее видео длятся в районе... 21 день. 23? 3 минуты. А, обучающее видео само длится 3 минуты. Комбо-сеты 8 минут. Комбо-сеты 8 минут длятся. А вообще весь курс занимает 21... 25 дней, подсказывает Николай. Я же не очень отвечаю за технические вопросы, ребята. Вы понимаете? Поэтому я спрашиваю у Николая. Макс, шеф, японские видеоразвлечения. Где кудряшки? Кудряшки в прошлом. Как длина волос влияет на тембр голоса? Отличный вопрос. Никак. А есть ли у вас платные разовые консультации? Хочу скинуть запись голоса и узнать, что не так. Да, конечно. Пишите, пожалуйста, в директ, в инстаграм, в vocal image. Я отвечу на ваши вопросы. И некоторые люди... Мои услуги достаточно дорогие. И многие люди приходят именно на одну консультацию. Типа, посмотрите, пожалуйста, что с голосом не так. Давайте в течение часа попробуем те иные упражнения. Набросайте мне какой-нибудь сет. Человек в конце занятия получает совсем другой голос. Говорит, вау, все, круто работает. Я пошел на удаленную работу. Например, два месяца практикуется. И снова мы встречаемся на контрольную консультацию. Это подходит людям, которые очень хорошо... Ну, у которых есть высокая мотивация. Которые могут найти в себе силы и дисциплину заниматься дома. Есть люди, которым нужен вот прям значимый взрослый учитель. Который стоит и там в течение часа тренируется вместе с ним. Помогает, поддерживает. Сережа, Сережа. Ну, разные бывают стили поддержки. И тогда человек покупает курс, предположим, интенсивных ежедневных тренировок. И с пяти занятий мы тренируемся. В конце каждого занятия я высылаю домашку на видео. И таким образом в конце нашего курса у человека остается видеокурс. Который, ну, конечно, он записан на телефон. Но, тем не менее, это подборка индивидуальных упражнений, которые работают конкретно для этого человека. Что, я считаю, очень удобно. Евгений Панасенков сказал, что в России нет хороших педагогов. Правда? Не уверена, что это правда. Хорошие педагоги есть везде. Вопрос в доступе информации. Freedom Soul, скидывайте мне свой голос, скажу, что не так. Резеда. Худи Дэнс. Даша Худинская. Да, это именно она. Кстати, с нашего знакомства с Дашей Худинской и начался канал Vocal Image. Мы даже думаем, может быть, как-то открыть карты, встретиться и поностальгировать на эту тему. Я в какой-то момент ощутила, что все, я утратила свою женственность. Я, блин, пашу как мужик, содержу свою семью как мужик. Надоело. Хочу быть девочкой. И меня очень привлекали танцы на пилоне. Стрип-дэнс, шест. Вау, так много женственности. Восьмерки бедрами, плечами. Вау. И мне посчастливилось попасть к Даше Худинской на занятия. Я пришла, офигела от того, насколько она крутая тренерка. Я просто была в диком восторге. Это любовь с педагогом с первого взгляда. Ну и, конечно же, мы остались подругами до сих пор. Даже в один год родили по ребеночку. И у Даши была такая проблема. Она настолько сильно, ну, настолько максимально человек вкладывается в свою работу, что ее голос от этого страдал. Прикиньте, человек работает 6-8 часов в зале. Это постоянные тренировки под музыку, крики, девочки, то, сё. И у Даши был неправильно настроенный голос. Это по итогу вылилось в то, что у Даши образовались узлы на связках. И у нее был выбор, сделать операцию или заниматься. Мы решили заниматься. Узлы эти все ушли. Даша настроила себе голос и больше не обращается к врачам. Занимается самостоятельно и успешно ведет свой YouTube-канал. Так. Дмитрий Андрюшин. Прошу прощения, если что-то упустил. Где вы учились вокалу? Правда ли, что база однозначно должна быть классической? Бельканто. Дмитрий. Вокалу я учусь постоянно, с самого детства. Я не заканчивала музыкальную школу или консерваторию. Вообще певцы делятся на две категории. Это прирожденные певцы, это моя история. Просто с детства я пела. Вот меня прет петь столько, сколько себя помню. И есть обученные певцы, натренированные. Это люди, которые в какой-то момент жизни ощутили импульс петь, пришли получать специальное образование и получили его. В моем случае, если мне что-то нужно, например, в тот момент, когда мне понадобился классический вокал, я пошла адрес на к оперному певцу и занималась с ним, брала у него техники. Когда мне нужно было освоить народный вокал, я занималась с педагогами конкретно по народному открытому вокалу. Джазовый вокал, субтонное пение и так далее. То есть не обязательно. База должна быть классической. Даже опираясь на свой личный опыт, Дмитрий, подчеркну вот какую фишку. Ну, такая деталь немаловажная. Когда я глубоко начала изучать классическое пение, мне было очень сложно и трудно вернуться в свой аутентичный голос. Почему это произошло? Потому что классическая школа – это одна из самых древних школ. Мы не берем этническое пение. Оно технически часто неверное. И даже бывает травматичное для голоса. Конкретно по науке, по правилам люди начали петь в тот момент, когда родилось классическое пение. И благодаря тому, что техника классического пения уже просто прошла испытание многими веками, когда вы погружаетесь в эту технику, она настолько комфортна для вашего голоса, что выйти из нее и начать петь субтоном, народным, джазовым, где-то там похрипывать с вязками, все то, что в классическом пении недопустимо. Все вот эти ваши аутентичные фишки, их сложно сделать, потому что уже тело погрузилось вот в эту комфортную технику. И все. Из нее сложно выйти, поэтому будьте осторожны. Здоров! Рад тебя видеть! Даптек Невик. Это взаимно. Добрый вечер! Как дышать во время речи? Спрашивает сплит, озвучка про кино. Напрягать ли низ живота все время или не должно быть напряжения косых мышц живота? Напрягаться должна вот эта мышца. Ровная, гладкая мышца. Мне прямая мышца живота, подсказывает Николай, потому что Николай, кстати, круто умеет делать флажок на пилоне, делает паркур, ездит на роликах. Очень классный, спортивно оформленный мужчина. Он точно знает, что к чему. Так вот, прямая мышца живота. Если у вас живот расслаблен, вы просто говорите со свободной гортанью, старайтесь дышать животом, но слегка амплитуда движения диафрагмы должна быть легкая. Голос ни в коем случае не должен речевой вот так вот набираться в легкие и звучать. Как только вы набираете воздух в легкие, все, вы теряете доступ к грудной регистр. Голос такой становится немного кукольный. Когда вы дышите животом, вы можете озвучивать свою громкость, добавлять бархата, низа, сочности, именно при помощи брюшного дыхания. Вот смотрите. Я говорю просто с расслабленным животом. Я говорю просто с расслабленным животом. Я говорю просто с расслабленным животом. Сейчас я подтягиваю мышцу. Конкретно работает верхняя часть пресса. Я подтягиваю эту мышцу и струя воздуха начинает с большей силой проходить вдоль вокальных связок и озвучивать их. Таким образом мы можем настраивать громкость своего голоса. Если вы будете дышать в процессе речи грудью, ваш мозг будет получать информацию о том, что, блин, тело напугано, куда-то бежит. Когда нам страшно, как мы дышим? Какое там, блин, брюшное дыхание? Ключичное включилось и то, слава богу, чтобы хоть чуть-чуть продышаться и убежать от какой-то пугающей ситуации. Поэтому во время речи следует дышать животом. Чем больше вы напрягаете живот, тем громче становится ваш голос. Дмитрий Макарский пишет, что такой же тупой голос и у меня хочется звучать звонче. За звонкость отвечают резонаторы. Посмотрите, пожалуйста, на канале есть уроки для резонатор маска и что-то еще. Не помню точно, но были какие-то упражнения для того, чтобы включить резонатор груди. Олег Полищук пишет, что музыканты любят амфетамин. Неправда, я музыкант и я не люблю. Нейл. Привет, как можно перестать запинаться? Заикание. По долгу разговаривая, у меня начинает болеть голова от нехватки воздуха. Я уже говорила об этом запинании. Заикание – это психотерапевтическая проблема. Психологи говорят, что это невыраженная агрессия. Нужно покопаться в этом ключе. Сергей Федоров. Добрый вечер. Благодарю за качественный и интересный контент. Спасибо большое. Отличная подача, которая мотивирует развиваться и становиться лучше. Я от таких сообщений всегда очень рада. Потому что, когда удается своей страстью зарядить кому-то еще, этаж заводит, реально придает силы для того, чтобы двигаться дальше, развиваться. Григорий Санников. Когда я пою, брат говорит, что у меня противный гнусавый голос. Есть ли прием исправить ситуацию? Да, есть урок на канале про гнусавый голос. Посмотрите, пожалуйста. Там очень простое упражнение. И действительно, оно помогает избавляться от гнусавого голоса. Вообще, гнусавый голос у нас случается из-за того, что у нас лениво висит небная занавеска. И голосу хотелось бы, если она приподнята, голос выходит ровно из полости рта. Если она вот так висит, попробуйте, сядьте, как будто у вас жуткий депресняк. Вы почувствуете, как эта небная занавеска висит, как будто бы там сопли прямо на нее давят. И когда она расслаблена, голос хотел бы пройти по округлой гортани, не может. Часть его расщепляется за нос, а часть выходит из полости рта. И от этого мы получаем гнусавый призвук. Либо еще человек с гнусавым голосом может быть слишком погружен в себя. Например, он себя очень жалеет. Или другой полюс эмоциональный. Он всегда самолюбуется. И тогда голос тоже, как и личность, как и характер личности, прячется за нос. Для того, чтобы вывести голос вперед, нужно научиться его при помощи различных упражнений направлять на передние зубы. Не так вот звучать. Раз, два, три, четыре, пять. А сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и посмотрите на канале. Есть прогнусавый голос. Егор Шалваров спрашивает о курсе по выражениям мыслей, построении фраз и предложений. Это не моя тема. Это нужно обратиться к герменевтике, например, к НЛП, к лексикологии, к языкознанию. Все-таки это очень большая, объемная тема. И я не могу, в общем-то, расслоиться на разные. Мой фокус внимания всегда находится именно на открытии голоса, на настройке речевого аппарата, на звучании. Виталий Витамин. Спасибо за ответ. Дополнительные вопросы. Как отжать горло? Когда не концентрируюсь на голосе, звук такой, будто сквозь вату. И почему, Руся? Зажато горло у нас, потому что мы плохо контактируем со своими эмоциями. Возможно, в детстве вас ругали, что там Виталий Витамин. Прекрати, блин, орать. Чего ты как баба тут истеришь? Соберись, ты же мужик. Или сейчас там отдам тебя цыганам на улице, не плачь. Помолчи. И как только родители пресекают наше эмоциональное выражение, у нас начинает закрываться гортань. Условно говоря, может помочь такая метафора, как мальчики не плачут, девочки не истерят. То есть мы как проглатываем слезы по своим непринятым эмоциям. Поработайте в этой теме, понаблюдайте за тем, как вы себя чувствуете. Например, люди с зажатыми голосами в области горла, если спросить их, как ты себя чувствуешь, чувак? Такой человек отвечает, ну норм или ну фигово, ну класс. Вот есть три параметра. Норм, фигово и класс. На самом деле спектр наших эмоций он очень большой. И можно попробовать практиковать себя в том, чтобы стараться артикулировать, ощущать эти эмоции. Чтобы спектр из трех эмоций вырос побольше. Голос тоже будет подтягиваться за этой вашей работой. На канале есть упражнение для работы с зажимом гортани. Звук такой, как будто сквозь вату, это опять-таки отсутствие звонкости. Нужно развивать резонаторы. Маски, это все сонорные звуки. Чтобы здесь звенела кость. Нужно развивать резонаторы груди, например, такими постукиваниями, вибрацией голоса вниз. И еще важно, третий пункт, это направлять голос, вот как будто на вас одета такая маска, чтобы он шел сюда. Тусклый, тупой, ватный голос, он звучит внутри головы. Он не может озвучиться резонаторами и выйти вперед. Он живет в средине нашего тела, от этого он и тупой. Посмотрите, пожалуйста, на канале, есть точно на эту тему вопросы. Freedom Soul пишет, это серьезное заявление. Не понимаю о чем. Очень низкий FPS. Николай, что такое FPS? Это может быть технотрек. Подвисает стрим. Для социофоба не сработает. Что не сработает, тоже поясните, пожалуйста. У нас остается 10 минут. Привет! Я быстро говорю, практически без пауз и к тому же очень тихо проговаривая окончание слов. Скажите, это какая-то особенность характера или это механический навык, который можно тренировать? Да, это особенность характера. Да, можно тренировать новый речевой паттерн. Если вы говорите быстро, практически без пауз, это, как правило, говорит о том, что вам хочется поскорее завершить эту коммуникацию. Возможно, вы слегка социофоб. Вам хочется поскорее домой под уютный пледик, вообще налить себе чайку, поставить реки морти, покурить сигаретку, взять шоколадку, чтобы никто вас больше не трогал. И когда вы человек, который стремится быть побольше для себя и подальше от людей, вы начинаете торопиться для того, чтобы поскорее все проговорить и выйти из этого речевого акта. Окончание слов тихо проговариваются, потому что у вас не настроена артикуляция и дикция. На канале есть отменное упражнение с карандашом в зубах, так и называется, артикуляция. Обратите, пожалуйста, на него внимание. Потренируйтесь, посмотрите, как изменится ваше окончание. И этот навык, конечно же, он механический. Если вам, не знаю, 25 лет, и 25 лет вы вот так вот торопливо разговариваете, глотаете окончание, конечно же, вам понадобится некоторое время для того, чтобы перестроить свое тело. Эх, эх, понизить качество. А что понизить качество? Картинки, что ли? Вадим Радих, учу ли я петь? Петь я не учу, это не моя страсть. Я певица, и ежедневно я выполняю всю эту вокальную рутину, и мне ее хватает вот так, выше крыши. И певческий голос, он требует гораздо большего времени для воспитания вокальных техник, нежели чем речевой голос. Моя страсть – это речевой голос. Певческие техники я изучаю для себя, и у меня уже не остается ресурса опять кого-то там долго тренировать. Это не моя тема. Ой, что-то много набежало. Так, так, так. То чувство, когда для первого человека мой ник не просто набор букв. А, еее, хофман, хофман. Дальше. Как снять напряжение в плечевом поясе? При публичных выступлениях присутствуют запинки, отмечаю какую-то зажатость в плечах, что делать? Ну, конкретно сейчас я не буду показывать упражнения для снятия напряжения в плечевом поясе. Dark side. Обещаю, что я запишу это упражнение видосом в Инстаграм на днях. Посмотрите, пожалуйста, там. Марина Рубан. Мечтаю увидеть вас в Харькове. Подсела на музыку шума. В Харькове, кстати, я очень часто выступала с группой Индиго. И мы там тусовались с вашими ребятами. Какие классные. Можешь ли сказать про аналоговое маркирование голосом, где акценты ставить на словах до и после, если не знаешь? Да, эта тема называется интонирование. В интонировании есть свои закономерности. Это очень глубокая и объемная тема. Сейчас я не буду касаться этой темы. Я думаю, что мы выпустим либо какой-то микрокурс об этом. Потому что все равно там в 7 минут я не умещусь. Так, я сейчас... Вот, Борис Фристан пишет, что с новой прической отпадно смотрюсь. Мне так, если честно, надоели мои прошлые проблемы, эти кудри. И я стала задыхаться от прошлого. Подумала, гори, оно гаром. Срезала все, отпустила былое. Пусть оно уходит вместе своими кудрями. Отрастут новые. Здравствуйте, Настя Васильева. Когда волнуюсь, начинаю задыхаться. Как нормализовать дыхание быстро? Спасибо. На тему дыхания совсем скоро выйдет урок про технику дыхания, которая помогает убрать волнение, быстро собраться, стать спокойной. И это вам поможет. Руся, как правильно произносить ла? Ла – это альвеольный звук. Кончик языка упирается в альвеолы. Он не должен выходить н-не за пределы зубов. Ла-ла-ла. Сильно ли рост человека влияет на голос? Слышал, что низким людям легче дается пение? Нет, не влияет. Даптек, Невик. Ой, спасибо. Опять комплименты, прически. Вау. Сколько стоит курс Резеда? Мы еще не определились с ценой. На данный момент мы записали весь контент. Мы его еще будем редактировать. Смотреть, насколько слажена выстроена структура. Структура и сколько он по итогу стоит. Руся, как боретесь здесь с лексией? Хотелось бы узнать о личном опыте. Аркадий, я никак не борюсь. Я приняла эту свою часть как данность и никак с ней не борюсь. Есть другие вещи, более негативные, с которыми бороться действительно надо. Привитание. Есть что-то такое по-белорусскому. Есть по-белорусскому. Я часто читаю лекции по голосу по-белорусскому. У вас потрясающий канал. Спасибо, Леонид Середа. Спасибо. И Николай тоже спасибо. Почему-то, когда слышу ваш голос, Руся, я вспоминаю про Эльзу из Холодного Сердца. Очень красивый голос. Недавно смотрю ваш канал. Самый красивый голос, который слышал за всю жизнь. Не знаю. Возможно, у нас с актрисой, которая озвучивала Эльзу, тоже похожи к голосам. Вы умеете говорить низким гортанным голосом? Га-га, сейчас я попробую. Ну вот на данный момент мой максимально низкий голос это такой. Я не знаю, как он подходит мне или нет. Иногда, когда я балуюсь и начинаю с людьми разговаривать таким нарочито грудным голосом, люди думают, что мне уже под 60 просто и молодо сохранилось. Чем ниже наш голос, тем более старшими мы выглядим. А что касается гортанного голоса, если вы о голосе, которым поют шаманы, тувимское пение, то нет. Я не могу. Как перестать говорить в нос? Никита, есть урок на канале. Посмотрите, пожалуйста. Когда мы уже увидим Николая. Фото Николая есть в инстаграме. Vocal Image. Как выработать, спрашивает Влад, четкость и звонкость речи. Дикция вроде бы в порядке, но голос получается каким-то гулким и незвонким. Спасибо за труды. Четкость это артикуляция, когда каждая буква достойна уважения. Постарайтесь произносить каждую букву так, как будто бы с ваших губ срывается нежный поцелуй. Звонкость воспитывается за счет включения резонаторов, чтобы звук проходил сквозь кости вашего черепа и был звонкий. Я похожа на женскую версию Галыгина, без обид, без проблем. Так, где можно увидеть стоимость марафона? Стоимость марафона можно увидеть на сайте vocalimage.by. Во время набора. Пока что там информации нет. Здравствуйте, Руся. С самого начала не успел посмотреть разницу между напряженным втянутым прессом и включенной диафрагмой. В записи останется весь эфир и вы сможете посмотреть. Лечится ли упражнениями храп? Нет. Что? Человек с марафона. Человек с марафона. Где человек с марафона? Я еще не дошла. Боже, боже, боже. Прочитала вопрос. Напомни мне быстренько. Про что? А, да, про между напряженным, да. Следующий набор будет, наверное, в конце февраля или в начале марта. Вы отличный учитель. Андрей, спасибо большое. Я так рада. Можете посоветовать упражнения, которые будут полезны для голоса во время болезни? Да. Это все упражнения, которые работают с резонаторами и с разминкой мышц. Например, это упражнения для снятия блоков с гортани, зажимов с гортани. Это упражнения, которые прогревают резонаторы. Все упражнения, которые заставляют двигаться гортань, мычать и звучать в груди. Потому что, когда мы волнуем при помощи вибрации звука, вот эти зоны речевого аппарата, к ним приливают кровь, лимфа и болезнь уходят быстрее. Ну что же, друзья, последняя минута. I hate to say goodbye. Можно ли поставить дикцию упражнением с карандашом? Да. Упражнение с карандашом – это супер упражнение для постановки дикции. Друзья, благодарю вас. Как всегда, огромное удовольствие видеть такой поток вопросов. И вот последний вопрос. Вы как участник… А, Дмитрий Хлань, для вас послание. Вы как участник премиум пакета марафона можете задавать вопросы в чате Телеграма. Да, у нас есть отдельный чат в марафоне. Пожалуйста, если какие-то вопросы, скидывайте туда. Артем, нравится мне жить в Белоруссии местами. Я подумываю о том, чтобы эмигрировать в Испанию. Испаньоро. Как поддерживать голос в форме после окончания марафона? Все участники марафона по окончанию получают четко структурированный документ по самостоятельной работе со всеми рекомендациями и расписанием. Благодарю вас, друзья. Благодарю. Рада была пообщаться. Целую. Желаю вам хорошего вечера. Звучите классно. Ни в чем себе не отказывайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...